Я хотел вспомнить еще одну фамилию великого русского ученого, Андрея Николаевича Калмагорова. Собственно, проблемой бессмертия я заразился от его выступления в журнале «Знание силы» где-то году в 1956. И с тех пор, занимаясь 50 лет этой проблемой, поступил на физтех, занимался, так сказать, компьютерами. И последние 50 лет пытаемся понять, как именно мозг человека работает. И совсем недавно, 5 сентября этого года, в Бостоне, на съезде специалистов по работе мозга, я заявил, что у нас есть российская программа понимания механизмов мозга, которая собирается к концу 2015 года нарисовать полную схему того, как и что работает, а еще через небольшое достаточно время, ну, может быть, через те же 5 лет, значит, просто иметь партнера, я надеюсь, дружественного, а не дружественного партнера, который будет обладать интеллектом не хуже нашего. К этому, к тому, чтобы это достичь, есть все основания. А с другой стороны, многие утверждают, ну, что вы, ну, как это возможно? Ведь еще Аристотель 2,5 тысячи лет назад ничего не мог сделать. Ну, простите. Аристотель, ну, совершенно ничего не представлял про мозг. А сейчас сделано очень много, но очень много народу просто не боится, не решается взять за эту задачу. Похоже, что Россия то самое звено мира, в котором мы эту задачу действительно в достаточно короткие сроки сможем решить. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Иммортализм — это очень большая идея бессмертия, это очень большая идея. И, как и любая большая идея, она с большим трудом пробивает себе дорогу. И для того, чтобы люди услышали ее, для того, чтобы она срезонировала с их сердцами, с их душами, с их интеллектом, нужен особый талант. И следующий выступающий — это человек, который обладает таким талантом. Вы все знаете, если не его лично, то результат его работы 20 лет назад. Следующий выступающий — это Андрей Тропиво. Самый знаменитый советский и российский продюсер, который создал всю русскую рок-музыку. Это группа кино «Машина времени» Алиса Аквариум. И он имморталист уже несколько десятков лет. И он расскажет о том, какие большие цели можно поставить перед человечеством, что оно может и даже обязано сделать, и как это можно сделать реальностью. Поприветствуем Андрея Тропиво. Добрый день. Сказали очень много. Я просто хотел сказать следующее. Не случайно вы собрались, не случайно это происходит в России. Ибо в 17-м году произошел переворот здесь, в Великой Октябрьской революции. Она была в головах только у бандитов и пролетариев. А для интеллигенции, для гуманитариев, для мыслячей части человечества, это была социальная часть Великой Космологической революции. Именно поэтому в 23-х метрах отсюда лежит Ленин в Мавзолее. Его хранили не как труп. Его хранили для того, чтобы оживить потом. К сожалению, цели Великой Космологической революции, ее первой социальной части, были забыты. Потому что пришел другой диктатор, Сталин, и так далее, и тому подобное. Но дело не в этом. Но у нас были и Циолковский, и Федоров, и так далее. И поэтому надо понять, что наша страна имеет, как никакая другая, колоссальный совершенно базис. Мы уже один раз попытались выйти в космос. Поймите, человечество может никуда далеко не лететь. Там ничего нет. Вот вселенная наша, это отдельная квартира для человечества. Господь, это не то, что вы видите на иконах. Это не мы, построенные по его образцу и подобию. Это мы его так нарисовали. Нам очень хочется быть похожим, чтобы он был похож на нас. Так вот, Господь трансцендентен, многомерен, непознаваем. Он построил этот маленький кусочек земли для того, чтобы мы отсюда, живя вечно, долго, смогли оплодотворить вселенную. Сегодня людей на земле значительно меньше, чем звезд. Каждый из вас потенциальный обладатель своей звездной системы. Понимаете? А для того, чтобы сделать это, мы должны понять, что мы вошли в эпоху Водолея. Следующие две тысячи лет, как предыдущие были эпохой рыб, Ифти, Иисус Христос Тесар и Иудеян. Что это значит? Бога человек, Бог пришел сюда, чтобы искупить наши грехи. А теперь каждый из вас должен стать Богом. Он должен раскрутить свою программу до этого божественного уровня. Между прочим, одно из свойств Бога – это бессмертие или квази-бессмертие. Квази – это значит, человек бессмертен, но может мгновенно погибнуть в каких-то катаклизмах. Квази – это значит, жить так, как написано в Библии до потопа люди жили тысячу лет. Хотя бы так. Естественно, без помощи государство сделать это невозможно. Сегодня государство не имеет никакого вектора для развития. Ничего. Я понимаю, Джон Ленн сказал, что он… Don't believe in arching. Arching – это по-английски, как у нас измы. Он не верил в измы. Я тоже понимаю. Но для нашей страны идея иммортализма, построить своего в этой стране – реальная цель, которой можно посвятить себя. Чтобы вы жили без пенсии, долго, вечно и так далее. Понятно, что сегодня это невозможно еще сделать, но если общество пойдет туда, и мы построим этот самый иммортализм, я вам скажу, что нынешнее поколение, или хотя бы мои дети, будут жить при иммортализме, они будут квази-бессмертны. Они смогут оплодотворить Вселенную. Понимаете? Это, еще раз, Вселенная – это отдельная квартира для людей. Нету там ничего. Не ищите. Нужны только космические корабли, чтобы вылететь туда, чтобы сделать ее обитаемой. Это огромное, огромное пространство. И поэтому то, что сегодня происходит здесь, это совершенно замечательно, потому что надо когда-то начинать. Я начинал русский рок-н-ролл, я его продолжаю. И я думаю, что с вашей помощью, с помощью ваших детей мы это сделаем. Я троцкист. Для меня важна не цель, для меня важен процесс. Я хочу участвовать в этом процессе, и хочу, чтобы вы в нем участвовали. Для того, чтобы мы взяли эту Вселенную за жабры. Сегодня здесь собрались люди разных взглядов. Большинство материалисты. Большинство верят в прогресс, точнее, знают, что он неумолим. Но разные политические взгляды. Но нас объединяет одно – это желание жить, это идея абсолютной ценности жизни. И для этого мы должны многое сделать, для этого мы должны и объединиться. И, наверное, объединяет песня, и я хочу предоставить слово для этого. Вы знаете, когда мы решили сделать митинг, никто не знал, как его делают. Мы, наверное, подумали, что неплохо бы что-нибудь спеть в заключении нашего митинга. И поскольку только что Андрей, вы где? Андрей Тропила отошел, но сейчас придет. Мы решили вспомнить замечательных несколько песен. Предлагаю вам спеть. Надеюсь, раздали тексты. Первая песня – это песня «Перемен» группы Кино. Ура! Мы поем вместе с Андреем Тропила. Кто знает, подпевайте. Не с Андреем Тропила, а с группой Кино. Андрей Тропила был только звукорегистером и продвижером этих групп. Не более того. АПЛОДИСМЕНТЫ